В молодежном центре Химик снова шумно. Воспитанники театров эстрадных миниатюр и команды КВН стремятся проявить себя с разных сторон. В актерском мастерстве, юморе, режиссуре. Такой разносторонний фестиваль шум. Каждый из коллективов нашел свой подход к зрителям. Молодежная театральная студия «Фарш» призвала всех не откладывать свои мечты на завтра, а действовать, бороться и побеждать прямо сейчас. Команда КВН «Контейнер» из Кормиловского района в совершенстве освоила искусство перевоплощения. Ты надеял у тебя спросить, почему я иду, а ты с меня? Спроси у мамы? Нет, спроси у бабушки. Нет, спроси у. У кого ты? У костюмера. Нет, спроси у мамы. Я тут поехала. Ребята из коллектива «Артист» полностью оправдали свое название, развернув на сцене «Химика» театральную постановку, достойную большой сцены. По словам членов жюри, в их выступлении все было продумано до мелочей. Игра актеров, идея миниатюры и, самое главное, юные артисты тщательно проработали костюмы. Театральный же коллектив «Рефлекс» из Омского района выбрал для своего номера одну из самых популярных тем – школьную. Стандартная ситуация с двоечниками. Но ребята сумели обыграть ее интересно, с юмором и, главное, со смыслом. Ирина Терпик, я вам говорю, это не восьмиклассник, это Люцифер. Анатолий Ефремович, ну вы же классный руководитель, а то как-то не педагогично. Давайте я, как психолог, сама с ним разберусь. Тем более мы же с Димочкой соседи. Димочка, ну ты же понимаешь, что нехорошо забирать у людей их вещи. Понимаешь. Тогда, может быть, отдашь то, что не твое. Ну вот, молодец, совсем другое дело. А теперь давайте все забудем и начнем сначала. Дима, Дима! В результате история про Кочегарова из 8-го Б принесла рефлекс у гран-при 11-го фестиваля «Шум». К слову, коллективу удается удерживать первенство второй год подряд. В прошлом году это было что-то вообще необычное. Да, конечно, мы в прошлом году были дебютантами гран-при. В этом году ожидалось, но все равно коллективы были все сильные. И, конечно, мы очень безумно рады этого. «Шум» – это такой фестиваль, который дает нам зарядку, дает потенциал раскрыть свой талант. На высшем уровне. Я считаю, что это уже можно считать за высшим уровнем. Порадовало приближение к театрализации. То есть, если раньше было больше КВНа, ну потому что это, видимо, на слуху, даже больше комедий-клаба. Потому что синтез комедий-клаба и «Уральских пельменей» доминировал. В этом году были очень приличные театральные работы. Вот у артиста, например, финал был очень хороший. Мы его взяли, чтобы закрыть все это. Театрализация. Очень хорошая театрализация у контейнера была. Ну и, естественно, как всегда, рефлекс по итогам двух туров. Они все время работают с блинами, с балладами, со сказками. И в этом плане очень радуются, что дети возвращаются к литературе. Эти позитивные тенденции организаторы намерены поддерживать и культивировать. В планах с сентября организовать выездные мастер-классы, а в декабре приглашать юных актеров на занятия в «Химик». Кроме того, выпускникам, желающим продолжить свой сценический путь, будут оказывать помощь в поступлении на режиссерские и актерские факультеты. И уже в следующем году Шун встретит участников в обновленном формате. Первый тур фестиваля посвятят классике, где будет уделяться большое внимание работе с костюмами, знанию материала, сценической речи и режиссерской работе. Такой опыт станет отличным подспорьем для будущих актеров и режиссеров. Субтитры создавал DimaTorzok